Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Последний день на земле. Как вы знаете, сегодня вышло новое обновление, версия 1.5.3, и давайте, пожалуй, на него сейчас вместе с вами посмотрим. Я, конечно, понимаю то, что на стриме я уже это делал, но сейчас мы пройдемся именно по самым основным моментам, чтобы было все конкретно и понятно. В общем-то, разработчики нам вначале предлагают видосик, и давайте, пожалуй, его посмотрим. Ну, понятное дело то, что это главная часть всего этого обновления, это у нас рейды, и наш персонаж теперь с помощью топорика может сломать обычные стены, то есть стены первого уровня, только самые слабые. Стены второго и третьего уровня он, увы, ломать пока что не может. Многие говорили то, что с помощью кирки можно все это сделать, но, увы, никак, увы, у вас это не получится. Ну и давайте дальше прочитаем, что у нас пишут разработчики. Обновление 1.5.3 вышло не самым большим, но все же есть о чем рассказать. Мы не раз говорили, что стараемся уделять особое внимание проработке мира, и игра находится в стадии бета-теста, а потому роль некоторых ресурсов или функционал зданий могут быть пересмотрены. В этот раз мы решили исправить ситуацию с поломкой стен. Нам показалось странным, что самые простые стены ваших соседей разрушаются только с помощью C4, все, что вам нужно теперь, это топор поострения, много времени и щепотка наглости. Ну а дальше, кто знает, что за сокровища там скрываются. Дальше мы видим скрин магазина, подробнее мы потом посмотрим его в игре, но что пишут про него разработчики. По традиции, вы находите баги, мы их фиксим, это обновление не исключение. По многочисленным просьбам мы оптимизировали бункер, прохождение должно быть более гладким. Мы основательно переделали игровой магазин и увеличили ассортимент. Для вашего удобства товары отсортированы по категориям, чтобы каждый мог найти то, что ему действительно нужно. Дальше они, по-моему, рассказывают про мошенников, и как обычно, на iOS-устройствах обновление выйдет только через 2-3 дня. Ну и в общем-то мы зашли в игру, и давайте, пожалуй, начнем с магазина. Здесь мы видим просто колоссальные изменения, давайте, пожалуй, в этом всем разбираться. В верхней части экрана мы видим самое выгодное предложение, на данный момент это большой оружейный набор, который стоит сейчас всего лишь 590 рублей, вместо 3540 рублей, то есть 80% скидки. Дальше мы видим остальные наборы, вроде бы никаких новых не добавили, добавили вот эту вот новую надпись «Популярно». Ну и давайте теперь пройдемся именно по разделам. Это у нас был раздел «Лучший», теперь переходим к транспорту. Добавили новый набор для кузовных работ, в общем-то он очень странный, про него мы вообще отдельно поговорим, потому что на стриме я с ним делал кое-какую фигню. Дальше у нас появилось топливо, это скорее всего для тех ребят, кто с помощью GameGuardian собрал себе чопперы, у кого не хватает бензина. Потом здесь, ну, различное количество этого бензина, то есть вы сами здесь разберетесь, чем больше, тем выгоднее. Дальше у нас идет ящик с запчастями, он такой же, как и был, остался, тут у нас также вилка, также колеса для чоппера, ну и сами видите, что тут у нас есть. Также колесо чоппера изменили немного текстурку, потом изменили текстурку частей двигателя, может быть еще чего-нибудь изменили текстурку, но я заметил только пока что у этих двух вещей. Дальше у нас идет раздел экипировка, здесь у нас также остались те наборы, которые можно купить за реальные деньги, но и появились новые, которые можно купить именно за внутриигровые монетки. Но, конечно, чтобы получить эти монетки, вам тоже придется сдонатить реальные деньги. Также появились различные оружки, и с каждой оружкой написано число, которое означает, сколько раз вы его можете купить. Вот, например, АК-47 я могу купить только один раз, и больше я его купить не смогу. М-ку я два раза могу купить, Глок я могу купить уже пять раз. Дальше у нас идет раздел запаса, он стал действительно очень крутой, потому что он поможет тем людям, которым лень что-то добывать, лень куда-то ходить. То есть, все у вас есть в магазине, захотели задонатили, все купили, и вам уже ходить никуда не нужно. То есть, здесь у нас появилось пиво, которое можно купить, гвозди, которое можно купить, то есть, вообще куча всего появилась. Можно даже гору бревен купить, груду, досок купить, то есть, ну, полным-полно всего, так что можете покупать, и у вас этого просто завались, как хватит, и вам вообще никуда фармить ходить не придется. В общем-то, дальше у нас идет раздел ускорения, это у нас все было, вроде бы цены остались такие же, так что здесь я рассказывать вам ничего не буду. Дальше у нас идет раздел деньги, здесь у нас, как и был, остался донат, только сейчас я получаю за определенную сумму денег еще и какой-то бонус. То есть, вот, например, за 5699 рублей я получаю 2500 монет плюс 2500 бесплатно, то есть, я получаю в два раза больше монет, чем я могу получить за эту сумму. Ну и, в общем-то, раздел почты, он такой же остался, с ним ничего не изменилось. Теперь мы подробно поговорим по поводу набора для кузовных работ, потому что этот набор новый, и сейчас я его хочу рассмотреть именно отдельно. На стриме я покупал кучу этих наборов, сейчас тоже куплю парочку штук, и сейчас я подробно про него прочитаю, вам тоже все это расскажу. То есть, мы видим, здесь написано, получите до 4 гарантированных наград, то есть, здесь у нас есть различные узоры, допустим, узор кити, узор черепа и так далее. И также у нас здесь есть различная краска. В общем-то, я все это купил, тут я должен получить до 4 гарантированных наград, то есть, ну, из этого мне что-нибудь рандомное должно выпасть именно в почту. Сейчас я перехожу в почту и смотрю, что мне интересно выпало. Сейчас у меня уже сразу все внизу списка, и мы смотрим. Я на стриме покупал дофига наборов, и смотрите. То есть, вот тут у меня 4 краски, это один набор, потом еще 4 краски, аж сразу зеленые, это еще один набор, потом еще 4 краски, тоже еще один набор, еще один набор, 4 краски. Ну, короче, в чем весь прикол? Я сколько открыл, мне не выпало ни одного узора, только краска и больше ничего. То есть, мне кажется, то, что узоры с этого набора для кузовных работ вообще никак не выпадают, только краска и больше ничего. Так что если вы захотите это купить ради какого-то узора, то лучше не надо, вы просто так потратите деньги и получите всего лишь 4 баллончика с краской за аж 100 монет. То есть это абсолютно невыгодно и я вам этого делать не советую. Ну и в общем-то, ребят, давайте рассмотрим другие нововведения, которые также были добавлены в игру с этим обновлением. Начнем мы, пожалуй, с подземелья Альф, потому что сами разработчики пишут, что они сделали его гораздо легче. Давайте сейчас мы откроем эту дверьку и когда я на стриме сюда зашел, я действительно очень сильно удивился и подумал то, что бункер просто потерпел колоссальные изменения. Но на самом деле нет, я вот подумал то, что здесь, допустим, добавили какого-то гниющего гибрида, про которого я вам говорил как раз таки в недавнем ролике. Но на самом деле нет, это просто обычная декорация, которая сделана для того, чтобы просто-напросто нас стопить. То есть она теперь нам наоборот усложнила прохождение этого бункера и сейчас по кругу, допустим, у нас гонять зомби вот этих вот яростных гигантов абсолютно никак не получится. Ну и в общем-то, что вообще дает эта фигня? Абсолютно ничего, просто красота, эти все руки, которые здесь вот так вот крутятся, вертятся в твою сторону и в общем-то от нее вы ничего не получите. Никакой гниющий гибрид с этой стены, не бойтесь, не выйдет, так что можете здесь спокойно проходить и ничего здесь интересного вы в общем-то не найдете. По луту здесь осталось все точно так же. Также хотел сказать то, что мне показалось, что здесь изменяли один проход и именно из-за этого, наверное, разработчики имеют в виду то, что бункер стал гораздо легче. То есть теперь вот за этой стеной, например, я могу как-то пройти сверху, чтобы на меня уже огромная толпа зомби не нападала. То есть один проход, который был до этого завален, его открыли и сейчас именно из-за этого разработчики считают то, что бункер стал гораздо легче. Но на самом деле нет, вот например я проходил на стриме, мне показалось наоборот то, что он стал гораздо-гораздо сложнее. В общем-то по поводу бункера это все, сейчас мы отправляемся к соседям. Ну и в общем-то, ребята, добежал до своего соседа и сейчас в инвентаре у меня есть всего лишь один топорик. И давайте я вам, пожалуй, покажу на примере именно этого соседа, как будет выглядеть ломание вот этих вот самых простых стен. Именно первого уровня, остальные стены он никак не ломает, ни киркой, ни чем, вы сломать их по идее никак не сможете. Я все это попробовал на стриме, то есть стены второго и третьего уровня до сих пор ломаются только с помощью взрывчатки С4. Ну тот, кто внимательный, мог это прочитать, ну просто в девблоге разработчиков. Ну и в общем-то что, давайте посмотрим, как все это выглядит. У меня сейчас в инвентаре, как я повторюсь еще раз, есть только один топорик. И как раз-таки именно одного топорика хватает, чтобы сломать одну вот такую вот слабую стенку. Всего придется сделать 6 ударов и тогда стена полностью сломается и инструмент тоже у вас полностью сломается. По поводу бота, у которого я сейчас нахожусь, он находится рядом с бункером Альфа и на самом деле у него изначально вся вот эта вот постройка просто-напросто застроена. То есть обычно до обновления у него был разрушенный домик, то есть я мог залутать у него здесь различные грядки, сундуки, то есть все было это здесь разрушено. Но после обновления домик у него стал застроенный, сюда можно будет попасть только с помощью рейдов. То есть запасайтесь топориками и идите рейдите своих соседей. Лут, так скажем, ну более-менее здесь нормальный и это окупать все вот эти топорики, которые вы потратили для того, чтобы просто-напросто их зарейдить. Также хотел сказать по поводу каждого бота. У них у каждого есть вот такие вот спрятанные комнатки, в которые вы никак все равно попасть не можете. То есть у каждого бота по одной такой комнате, которая будет закрыта либо стенами третьего уровня, либо же второго. То есть вы попасть в одну комнатку у каждого соседа точно никак не сможете, даже с помощью своих топориков. То есть сломать у вас это просто-напросто никак не получится. Также на стриме я пробовал собирать полностью АТВ, анимацию до сих пор не добавили, даже в новом обновлении. И пока что до новых локаций мы никак добраться не сможем. Ну все, полетели мужики. Что не сделаешь? Э, гады, ничего не добавили по поводу этого. Ну не гады уж, я просто уже это выражение, я не обзываю разработчиков. Нельзя так, плохо это. Не, ничего не сделали, короче, все так же. Он даже, видите, в собранный вид не приходит. Эти колеса, все дела. Походу еще это все-таки не доделали. В общем-то, ребят, на этом все. Увы, ничего больше нового в игру не добавили. И придется ждать уже следующей пятницы для того, чтобы посмотреть на новую обнову, которую подготовят для нас разработчики. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии, делитесь своим мнением по поводу этого обновления. Всем удачи и пока-пока.